Всем привет, добро пожаловать в новое видео! Сегодня речь пойдет о бюджетном уходе. Вы меня просили, и мне самой было безумно интересно, как можно больше всего рассмотреть, попробовать и в итоге обсудить от бренда Belenda. Это и недорогая, и также профессиональная и салонная косметика польского производства. Все средства, которые вы сейчас видите за мной, я или знаю с прошлых лет, или же покупала на протяжении полугода, еще с конца прошлого лета. Вот столько времени занимает такой комплексный обзор, потому что я пользуюсь не только косметикой бренда Belenda, абсолютно разными средствами, и сейчас я уже готова высказать свое финальное мнение. Пожалуй, один из главных вопросов, которым задаются и все покупатели, и те, кто интересуется данной маркой, почему так дешево? У меня нет однозначного ответа, это лишь мои предположения. Мне кажется, что за счет того, что сама компания Belenda производит разные линейки, у них есть доступ к разным ингредиентам, и за счет массового производства они также могут себе позволить что-то побюджетнее, что-то из профессионального ухода. У них есть средства гораздо дороже. И также салонная линейка, которая или используется профессионалами в разных косметологических салонах, или же их также можно свободно купить у нас здесь на Мейкапе, на Аллегро и так далее. Но с ними я советую быть крайне осторожной. У меня есть миндальный пилинг, он довольно мощный, и я в конце тоже о нем скажу несколько слов. Также я считаю, что многие бренды искусственные абсолютно необоснованно делают сумасшедшую наценку на базовый уход, на какие-то ингредиенты, которые стоят недорого. То есть себестоимость продукта гораздо, прям в разы ниже, чем финальная цена, которую мы видим на полке. Я уже достала все свои баночки и уже хотела начинать рассказ, но решила добавить еще одну существенную информацию. Как вы знаете, Польша входит в Евросоюз, а здесь довольно жестко контролируется соответствие того, что указано на упаковке, с содержимым самого продукта. Так что я вот как-то верю этому бренду. Его, кстати, очень любят в Польше, многие пользуются этой косметикой, поэтому я без каких-то сомнений, опасений, все это потихоньку мазала на себя. Пожалуй, одна из самых интересных категорий – это сыворотки для лица, и с них мы с вами и начнем. Сыворотка с миндальной кислотой, с которой и началось мое знакомство с брендом благодаря блогерам, между прочим. Я смотрела польских девочек, мне интересно было попробовать, я была в полном восторге, и сейчас, по прошествии пяти лет, я могу сказать, что это одно из лучших кислотных средств вообще из всего того, что я пробовала. А учитывая ее абсолютно доступную цену, это супер находка для тех, кто хочет поработать над неровным рельефом кожи, над оттенком, если у вас есть постакне, если у вас жирная, плотная кожа, комбинированная, есть расширенные поры, первые мимические морщинки. И также здесь миндальная кислота, которая не настолько агрессивна, как, например, гликолевая, и конкретно на мне миндальная кислота вызывает и меньше раздражения, и также гораздо реже появляются высыпания на фоне использования кислот. Иногда кожа может реагировать таким образом именно на гликолевую кислоту, потому что миндальная, она работает не настолько глубоко, потому что молекула у нее побольше. Что касается самого средства, то оно имеет такую легкую текстуру, сыворотка быстро впитывается, и то, к чему я могу придраться, это отдушка. Я имею в виду именно интенсивность отдушки, и иногда кожа, чувствительная кожа, может среагировать не настолько на плохое содержимое того или иного средства, а именно на отдушку синтетическую, или пусть это будут эфирные масла, лучше, чтобы косметика пахла как можно меньше, а то и вовсе не пахла. И также гораздо проще сочетать разные средства из разных линей, когда они или совсем не пахнут, или пахнут нейтрально одинаково. Что касается конкретно этой сыворотки, я не заметила негативного воздействия на кожу даже за счет интенсивного аромата. Я была ею очень довольна, и спустя столько лет снова к ней вернулась, и вижу, что да, она работает, но если у вас чувствительная кожа, если вы никогда не пользовались кислотами, то потихоньку вводите ее в свой уход, или обратите внимание на последующие сыворотки, которые здесь у меня тоже есть. Сыворотка, которая не совсем предназначена для моего типа кожи, но я всегда руководствуюсь составом. Она для чувствительной кожи, склонная к куперозу. И я читала хорошие отзывы, девочки пишут, что убирают купероз, но мне кажется, что этого будет недостаточно для борьбы с такой серьезной проблемой. Возможно, для предотвращения, но это не точно. Что же понравилось мне? Наличие витамина С, причем в такой безопасной концентрации, скорее для поддержания эффекта, чем для того, чтобы как утюг разгладить нашу кожу. Также лактобионовая кислота, это тот компонент, который не просто отшелушивает, он скорее смягчает. Он очень нежный и как раз подойдет хорошо для чувствительной проблемной кожи. Депантенол и также увлажняющие разные компоненты. Я хочу вам сказать, что это сыворотка из категории вот таких легких, корректирующих для новичков. Причем витамин С здесь в форме аскорбиновой кислоты. Это тоже такой легкий, отшелушивающий кислотный компонент, но без вреда коже. То есть она не вызывает покраснения, наоборот, действительно успокаивает кожу и очень быстро впитывается. По консистенции она одна из самых легких, но при этом тоже дает увлажнение и очень здорово подойдет. Даже на теплое время года не будет ощущения какой-то маски неприятной, пленки на лице. И если честно, то эта сыворотка тоже стала одной из моих самых любимых, несмотря на то, что у меня нет купероза. Вот когда вы уже добились хорошего результата, то есть кожа гладкая, но где-то там иногда появляется легкая постакне и хочется удерживать этот результат и добавить, например, своему базовому уходу совсем немного каких-то активных компонентов. И вот эту сыворотку я хочу похвалить, потому что она практически без аромата. Если бы со всеми было так, я была бы несказанно рада. То, что появилось у меня относительно недавно, но я очень довольна, это сыворотка с биовитамином С. 97% ингредиентов натурального происхождения. Помимо скорбиновой кислоты, здесь есть еще и увлажняющие компоненты и те, которые помогут чуть-чуть выровнять, опять же, рельеф. Но эта сыворотка не настолько интенсивная, как, например, с миндальной кислотой. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что-то больше подойдет для плотной кожи. Эта сыворотка из категории универсальных. Пахнет она апельсинами чуть менее интенсивно, чем миндальная, например. То есть так терпимо и в сочетании с таким же кремом, окей, не буду придираться. Главное то, что эта сыворотка работает и по консистенции она поплотнее, чем предыдущая. То есть она впитывается и нет вот тоже чего-то неприятного на лице. Но сама по себе она тоже дает и хорошее увлажнение. Также я не заметила, чтобы у меня появлялись от нее прыщи или шелушилась кожа. Было что-то, вот знаете, такое, что меня смутило бы. Поэтому сыворотка просто супер классная. Я совершенно от нее этого не ожидала. Стоит опять же недорого. Рекомендую и вам обратить на нее внимание. Но в случае использования вот такой формы витамина С, обязательно наносим СПЕ в нем каждый день. И последняя сыворотка. Помните о том, что все вам не нужны. Это обзоры. Я хотела попробовать как можно больше. А вы выбираете одну или максимум две по проблеме, по потребностям конкретно вашей кожи. Возможно, у вас все прекрасно и вам достаточно одного увлажняющего крема. Я очень рада за вас. Мне уже как бы 33 и есть какие-то несовершенства на лице. Поэтому есть чем бороться. И увлажняющая сыворотка из линейки Супер Пауэр. Вот это вот все с гиалуроновой кислотой, с молочной кислотой. Это то средство, которое в принципе оно хорошее. Но мне сейчас хочется и увлажнения, и еще какого-то бонуса. Поэтому для тех, кто страдает сильной сухостью кожи, кому нужна вот такая как бы защитная пленочка, увлажняющая. Именно в зимнее время года или в межсезонье. Можно добавить ее в уход, но я ее ощущаю на лице. То есть ее обязательно нужно закрывать кремом. И она очень сильно пахнет. Прям очень сильно. Для меня это буквально как отдельный парфюм. Уже не хочется ничем потом после этого брызгаться. И также на эту сыворотку очень хорошо ложится декоративная косметика, тональный крем. Все как бы в хорошем смысле этого слова прилипает и прекрасно держится. Если у вас даже жирная кожа, но вы хотите защитного действия, то присмотритесь. Но я сейчас отдаю предпочтение другим. От того же бренда, но другим средствам. Кремы для лица. Я, конечно, разгулялась и купила абсолютно разные. Давайте начнем с плохого, чтобы закончить чем-то хорошим. Я пыталась приловщиться к этому крему в конце лета, в начале осени, когда было довольно тепло и не было необходимости в питании, каком-то восстановлении. И как бы я ни старалась, у нас с ним не сложилась линейка смузи. Это крем с пребиотиками, с бананом и также дыней. Пахнет он так, как обещает производитель. Консистенция у него довольно легкая. Я рассчитывала на то, что пребиотики помогут мне поработать над защитным барьером. Когда он восстановлен, тогда уже не так сильно важно питание. И вообще кожа настолько спокойная, если есть какие-то проблемы в виде высыпаний, то часто они уходят, потому что именно была проблема в защитном барьере. И когда я намазалась этим кремом, думаю, блин, классный, приятно, сладко пахнет. Но он впитывается под ноль. И кожа остается как, вы знаете, бумага. Просто шерушавая. Не накраситься, не ходить так без ничего. Ну, то есть с этим кремом, но по ощущениям без ничего невозможно. Конечно, если у вас кожа, которая, в принципе, ни в чем не нуждается, то я не понимаю, зачем им мазаться. Или если у вас комбинированная кожа и жирная, как вариант. Но я не хочу настаивать, чтобы вы попробовали. Я заплатила за него, по-моему, 11 злотых по какой-то акции. Я пробовала использовать его хотя бы на руки, без толку. Поэтому для моего типа кожи это не подходит ни под каким соусом. Здесь есть и сквалан, антивозрастной компонент. И аскорбиновая кислота, там чуть дальше в составе. Фруктовые экстракты. Господи, масла такие легкие. Но я не готова рекомендовать это даже подросткам. Потому что иногда бывает проблемная кожа. И это не лучший вариант, честно. Где-то летом я покупала крем для чувствительной и сухой кожи с конопляным маслом из линейки CBD. Мне еще интересно было бы попробовать и гидрофильное масло, тоже CBD. Но пока что я нигде его не встречала в продаже. Нужно заказать онлайн. У меня версия для сухой и чувствительной кожи. Есть еще полегче для комбинированной и жирной. Насколько я помню, они отличаются как по составу, так и по консистенции. И, конечно же, по действию. Вообще, отдельно хочется похвалить Биленду за упаковку. Это прям достойно. Ты берешь в руки стеклянную баночку. Этим приятно пользоваться. Это приятно хранить на туалетном столике, в своей ванной комнате. И к этому тянется рука. Все баночки супер привлекательные. И вообще, сама концепция последних линеек лично мне очень импонирует. Они идут в ногу со временем. И, наверное, столько всего хорошего. Говорю о Биленде, что вы подумаете, что это спонсированное видео. Но нет, мне даже ничего не присылали на обзор. Хотя я не против. Возвращаясь к нашему крему. Этот крем довольно густой. По своей консистенции, когда я впервые с ним познакомилась летом, я подумала, что мы с ним совершенно не подружимся. Потому что он очень насыщенный. И когда я наносила его летом, у меня лицо очень быстро начинало блестеть. И тональный крем сползал. Но зимой в качестве защитного восстанавливающего крема, даже больше питательного, чем увлажняющего, отлично подойдет. Также в составе нет компонентов, которые лично мою кожу, мои поры забивали бы. Я некоторые кремы обхожу стороной и сыворотки именно по этой причине. Но говоря о тренде на CBD, это целая группа экстрактов и также масел, которые добываются из конопли. И большое значение имеет то, из какой части растения берется вот эта выжимка. И самое действенное, именно заживляющее, которое показано при проблемной коже, которое имеет самое мощное действие на кожу, целительное, можно сказать, оно стоит очень дорого. И говоря о бюджетной косметике, я, во-первых, сомневаюсь, что там будет содержаться именно то самое масло CBD и в достаточном количестве, чтобы оно проявило себя, так скажем, во всей красе. Но, как бы, отметая вот эти факты, я однозначно могу рекомендовать этот крем, особенно для очень сухой чувствительной кожи. Он, в самом деле, хорошо защищает и восстанавливает. Какое-то время тому назад у Белленда появилась целая линейка разнообразных средств под названием Vega Skin Diet. Так это звучит по-польски. И она идет на основе фитоингредиентов, то есть растительных экстрактов, разных масел. И я взяла для себя крем для сухой обезвоженной кожи. Его можно использовать как днем, так и ночью. И он обещает давать увлажнение и детокс. Насчет детокса. Не знаю, детокс это вообще такое коварное слово, потому что действительно нет никаких исследований, которые подтверждают, что в организме произошел детокс или на нашей коже. Но то, что здесь нет каких-то вредных ингредиентов и также суперактивных, раздражающих, это точно. Конкретно в этом креме есть многофункциональный экстракт из артишока, также витамин С, минералы, экстракт из спаржи, перебиотик. Всегда обращаю на это внимание. Гиалуроновая кислота и витамин Е. Я хочу вам сказать, что это один из лучших бюджетных, просто увлажняющих кремов, которые хорошо поддерживают ее, эластичность, защищают от пересыхания. Замечательно подойдет под макияж. Пахнет не так сильно, раз уж мы об этом сегодня завели речь. И мне очень нравится душка, такая растительная, но приятная, прям кайфовая. Верю в то, что здесь есть что-то хорошее. Прям подобрали, так подобрали. Аромат, он с одной стороны кажется довольно плотным в баночке, но когда начинаешь его распределять, он буквально тает на коже и хорошо усаживается. Нет чувства пленки, он менее вот такой питательный, чем CBD. И я этот крем полюбила прям сильно. Если бы не то, что я как бы должна тестировать разные средства, потому что я рассказывала о разных брендах, то я бы с удовольствием оставила его в своем уходе. Он прям вот такой и в пир, и в мир. И, кстати, такой крем также очень хорошо подойдет поверх активной сыворотки, тоже с миндальной кислотой. Вот какую вы выберете, да, на основе актива, поверх мажьте этот крем, и все у вас будет прекрасно. И еще не забываем об SPF, если используем какие-то кислоты, ретинол и так далее. Мне очень понравился этот кремушек, и, так как я сказала, супер достойный вариант. Причем не только для сухой чувствительной кожи, даже для комбинированной. Могу сказать, что такой он вот базовый, просто универсальный. Давайте вернемся к линейке с витамином С. Я фанатия этой упаковки. Мне она безумно нравится. Также здесь использованы переработанные материалы, поэтому отдельный плюс. И шок-контент у меня крем 60+. Мои 33 года. Но не забывайте о том, что это маркетинговый ход, и главное то, что находится в составе. А здесь нет ни ретинола, ничего даже такого, что прям показано конкретно при возрастных изменениях. Или что-то прям супер антивозрастное, что ни в коем случае нельзя использовать, если тебе 30 или 25 лет. Поэтому, если у вас сухая, обезвоженная кожа, если вы хотите подобрать такой крем чуть погуще, то обратите на него внимание. Я жива, и вы тоже останетесь. Значит, здесь тоже 97% ингредиентов натурального происхождения. Это восстанавливающий крем, который чудесно подходит как на день, так и на ночь. И пахнет апельсинами не сильно. Не сильно в сочетании с сывороткой. Это супер дуэт на любое время дня и ночи. Честно, пользуюсь им тогда, когда мне этого хочется. С сывороткой или без сыворотки. И здесь есть витамин Е, насколько я помню. Различные масла, которые, а, не забивают кожу, б, хорошо восстанавливают, но нет такого, что вот хочется умыться. Знаете, есть такие кремы, которые нанес, и потом, о господи, боже мой, я не могу сама с собой выдержать. Нет, это очень приятная текстура. Он классно ложится. И я даже поверх могу нанести сияющую базу с SPF 50 и дальше накраситься. И ничего у меня не сползает, при том, что у нас сейчас плюс 15 бывает, плюс 19 даже было. Так что могу сказать, что это крем такой универсальный, но больше для тех, кому нужно именно восстановление. И весной я буду пользоваться кремом 60+, и сывороткой с витамином С. Я побоялась, что 40+, там вот тоже есть крем в этой линейке, что он будет недостаточно живительным для моей кожи. Поэтому я остановила свой выбор на 60+, и вполне себе радуюсь жизнью. Часто бывает на акции эта линейка. Мне кажется, что это просто смешная цена за такие классные уходовые штуки, которые работают на 100%. Из этой же линейки у меня есть еще и крем под глаза. По-моему, он идет 30+. И он обещает осветлять кожу под глазами, выравнивать, убирать морщинки. И я не анализировала состав, признаюсь вам честно, но крем просто вот увлажняющий. То есть спецэффектов я бы от него не ждала. Но плюс за то, что глаза у меня после него не опухают, он хорошо впитывается, нет ощущения сухости после него. И я могу использовать любой консилер утром, если крашусь. На нем все хорошо держится, прилично себя ведет, не скатываются консилеры. Любые я пробовала разные. И также нет ощущения стянутости в конце дня, если это плотный консилер, если это пудра, если вот такой макияж, даже как у меня сейчас, все нормально. То есть кожа не морщинится, во всяком случае не становится хуже. Что иногда случается даже с более дорогими кремами под глаза. Если у вас в самом деле сухая кожа под глазами, то я думаю, что его не хватит. Всем остальным на любое время года. Я даже зимой при морозе пользовалась, и все было хорошо. Поэтому я довольна. Тоники. Наверное, уже никому не нужно представлять вот такой тоник с миндальной кислотой. Если вы новичок, если у вас чувствительная кожа, если вы никогда не пользовались кислотами, не знаете, с чего начать, возьмите себе тоник с кислотой, и желательно с миндальной. И тогда это будет меньше раздражения, так как я рассказывала. И это приятнейшее средство. Сейчас, когда я вижу, что все нормально, есть только несколько проблемных участков, я могу только по ним пройтись этим тоником, используя ватные диски, и все быстрее как-то заживает, восстанавливается. Так что универсальный тоник, в принципе, для любого типа кожи, я отказываюсь верить в то, что он может сильно как-то навредить, или после него может облезть кожа. Так что всем новичкам, или для поддержания эффекта, обратите на него внимание. Я также спокойно использую кислоты в летнее время года, часто перехожу на такие лайтовые средства, но SPF это уже просто наш с вами must-have. Привлекла меня еще и такая новинка, это многофункциональная эссенция 4 в 1. И, внимание, ухаживает как крем, восстанавливает как маска, тонизирует как тоник, и очищает как молочко. С коллагеном, витамином С, провитамином В5, гиалуроновой кислотой и экстрактом дрожжей. Что-то такое было, фильтрат дрожжевой здесь, для зрелой кожи. Считаю, что для меня тоже, потому что если кожа сухая, она выглядит как увядшая. Очень часто, помимо всего перечисленного, здесь еще и молочная кислота, которая смягчает. И хочу вам сказать, что это хороший увлажняющий тоник. Но в качестве очищающего средства этого недостаточно, разве что утром вы просыпаетесь и вы не используете умывание, что часто практикуют именно при сухой коже. Протерли ватным диском и тоже окей. Если сравнивать с корейскими эссенциями, которые на мне вот прям творят чудеса, если состав там такой, как нужен мне, я прям вижу, что это колоссальная разница при длительном использовании. Меньше проблем, меньше сухости и так далее, и так далее. Здесь же это просто увлажнение. Причем иногда такие бюджетные бренды нам это обещают, этого не делают. Тоник имеет, я называю это тоником, но эссенция от Белленда имеет чуть более плотную консистенцию, но не настолько гелеобразную, как многие корейские тонеры. То есть удобно этим пользоваться, но все же я наношу эту эссенцию на ватные диски, а не просто на пальцы, потому что это все растекается. Как-то мне так удобнее. И чаще всего, если не умываюсь, то раз-раз протерла. Таким образом, и потом уже не наношу тоник. То есть, если вы ищете увлажнение, если вы, например, обладаете комбинированной кожей или жирной, и вам нужно просто что-то, чтобы утром протереться, вы не любите ощущение крема на лице, то действительно он может заменить вам крем совершенно спокойно, если вы не требуете от уходовой косметики каких-то спецэффектов. Просто увлажнение базовое. И да, я согласна с тем, что можно использовать как тоник, как очищение, как маска. Ну, нет. Разве что вы купите, например, такие спрессованные маски, они продаются на Алиэкспресс, например, могу оставить вам ссылку. Сама купила, до сих пор ко мне не доехали. И вот если пропитаете прям сильно этой эссенцией масочку, она раскладывается, как тканевая положите, да, возможно, это будет действительно как действие маски. Поэтому многофункциональная эссенция согласна. Наверное, как вариант с такой бюджетной эссенцией тоника, вполне себе да. И по составу здесь, опять же, нет ничего вредного. А наоборот, как я рассказала, вот столько бонусов в одном средстве, поэтому могу рекомендовать. Из новинок есть у меня еще успокаивающая мицеллярная вода для сухой и чувствительной кожи. Ее можно использовать как на все лицо, так и на глаза. Очищает, тонизирует, убирает макияж, успокаивает. С одной стороны, так оно и есть. Между прочим, вот то, что для чувствительной кожи у Белленды или чуть-чуть пахнет, или, ну, практически без аромата. Я все-таки его ощущаю, но терпимо. И это мицеллярная вода в большом формате, за что, конечно же, плюс. Я вот сравнивала с разными, также с бюджетными. У меня есть корейская сейчас, вот и не с фри. Она прям лайтовая. То есть, если у меня суперинтенсивный макияж, то мне нужно больше спонжей для того, чтобы избавиться от него. Чтобы убрать стойкий тональный крем, тоже, опять же, хорошо пропитываю фатные диски, и только тогда у меня все происходит. Если мне нужно убрать тушь, то есть мицеллярные воды, которые быстрее справляются. Поэтому, как бюджетный вариант, ну, в принципе, окей, и действительно не раздражает. Об этом средстве я рассказывала вам в фаворитах года, поэтому сейчас буквально о двух словах. Это очищающая паста на основе зеленой глины, здесь есть и сок алоэ, и молочная кислота, и у меня версия для комбинированной жирной кожи. Я побоялась, что розовая, там вторая такая для сухой и чувствительной кожи, будет недостаточно очищать. Я не промахнулась, потому что, несмотря на название паста, да, это такой чуть более густой или концентрированный гель, здесь действительно есть вот эта зеленая глина, но он чуть пенится, он очень хорошо убирает загрязнение, можно утром использовать или в качестве второго этапа очищения после гидрофильного масла или бальзама. Я обожаю эту штуку за то, что она не пересушивает, она не раздражает, не вызывает чувства дискомфорта, еще и надолго хватает. Поэтому с удовольствием использую до конца, и у нее приятная отдушка. Давайте переключимся немножко на тело. У бренда Белленда вышла очень интересная линейка под названием Vegan Muesli, там тоже есть разделение по типам кожи, есть сыворотки, есть очищалки разные, кремы, и я не купила сыворотки и кремы только по той причине, что там было кокосовое масло, что-то, что меня смутило, что-то, что возможно могло бы подзабить мне поры. Это не стопроцентная гарантия, но все-таки я осторожно подхожу к тестируемым средствам, потому что мне потом самой восстанавливать кожу, что иногда тоже случается, и я прям сильно страдаю из-за этого, это и прыщи какие-то, и лучше вам не знать, поэтому я всегда максимально, так знаете, щепетильно подбираю то, что мажу на себя. Это масло у меня уже было, причем оно у меня было питательным, я сохранила пустую баночку, мой муж никак не может понять, зачем я собираю мусор дома, но что-то мне нужно для обзора, для отдельного видео о пустых банках, он взял и выбросил, поэтому я докупила второе, а питательного уже не было в наличии в том магазине, поэтому скажу вам, что и одно, и второе просто обалденное, я очень сильно влюблена в это средство, пахнет оно, если помните, когда-то у меня была любимая линейка от Body Shop, там была такая очищающая, увлажняющая маска, это что-то в этом духе такое кремово-сливочное, сладковатое, как каша, вот знаете, те, кто не любят кашу, наверное, сейчас в шоке, но пусть это вас не смутит, это такая приятная отдушка, хочется взять ложку и слопать этот бальзам, настолько аппетитный этот запах, передать вам не могу, я люблю такие отдушки, и это масло действительно увлажняющее, а то было питательным, консистенция супер приятная, чем-то они похожи друг на друга, то есть это не такое масло, которое нужно разогревать, как-то втирать, оно очень круто распределяется по телу, и обожаю намазаться им вечером, это прям такое удовольствие пользоваться, и хорошо увлажняет, прям кожа такая бархатистая после него, я обязательно еще куплю молочко из линейки Vegan Muesli на лето, но зимой мне прям было кайфово с этими средствами, и я, знаете, так все тело намажу, и руки тоже, я фанатела от них, так что вторая баночка не дожила до этого обзора, но, как видите, у меня здесь тоже половина, пользуюсь при огромном удовольствии, что касается средств для очищения кожи, именно тела, то у меня с билендой не особо складывается, если помните, то в последних пустых баночках я тоже ругала их масло на основе алоэ, сейчас же я приобрела кремовое очищающее молочко с рисовым экстрактом, с пробиотиком, можно использовать в качестве геля для душа или пены для ванны, консистенция очень жидкая, мне нравятся прям такие густые формулы, типа как удав, унивей, вот пенится, круто пахнет, пахнет, кстати, очень вкусно, но пенится не то, чтобы сильно и вот как-то расход у него слишком большой из-за того, что он такой вот как смузи, что-то в этом духе, даже смузи, наверное, будет погуще, ну, в общем, не знаю, мне кажется, что если бы это было такое вот густое, прям, я бы его очень сильно полюбила, потому что пахнет приятно, как я вам и говорила, у меня есть еще и профессиональный пилинг на основе миндальной кислоты, здесь ее аж 40%, также лактобионовая кислота, и будьте очень-очень осторожны, если вы никогда самостоятельно не пользовались пилингами, тем более, что есть пилинги для домашнего применения, которые спокойно можно нанести на очищенную кожу, желательно предварительно воспользоваться кислотным тоником, и дальше вы убираете их при помощи обычной холодной воды, это The Ordinary, это пилинг из iHerb, их там есть несколько, Use и Derma-E, это совершенно другая история, здесь такие пилинги используют косметологи, и также у них есть разные виды, помимо этого есть еще и разные концентрации, я пользовалась этим пилингом давно, и я уже боюсь, что прошел срок годности, поэтому я оставила баночки только для обзора, отдельно можно приобрести сразу целый набор для такого пилинга, там идет и очищающее средство, и также сам пилинг, и вы сами его без ничего не смоете, то есть процесс отшелушивания будет идти постоянно, если не воспользоваться нейтрализатором, я не стану углубляться в эту тему, потому что пилинг очень мощный, несмотря на то, что это миндальная кислота, более щадящая, 40% это вам не шуточки, и я помню, что я поддержала его даже меньше, чем нужно было, и у меня кожа отреагировала, ну не то чтобы покраснениями, а такими раздражениями, мелкими прыщичками, которые прошли через несколько дней, но я поняла, что нужно перейти на что-то более легкое, и обязательно наблюдайте за реакцией вашей кожи на то или иное средство, не обязательно на кислотную сыворотку, а в принципе, поэтому я не могу вам рекомендовать эти средства для домашнего применения, особенно если вы не косметолог, не врач, то ни в коем случае, все остальные, кто из вот этой бранжи, то обратите внимание на продукцию марки Биленда, на мейкапе точно видела эти средства, я, кстати, это все покупала не на Абум, у меня есть подруга-врач, она также реабилитант, и у нее был такой пилинг, она принесла все мне, рассказала, показала, сделала, и потом я уже себе приобретала, единственное, что я всегда держу меньше, чем заявлено на упаковке, каждый кислотный пилинг, ну и в конце мы с вами обсудим два таких продукта больше для макияжа, у Биленда есть еще и тональное средство, если вам будет интересно, я куплю их, и обязательно поделюсь своим впечатлением от использования, начнем с базы, где-то я потеряла крышечку, это база из линейки Nude, так и называется, написано, что она увлажняет, что это база под макияж, еще и выравнивает оттенок кожи, я очень скептически к ней подходила, это как будто сыворотка такая прозрачная, в которой мы наблюдаем жемчужинки бежевого цвета, и когда я сделала сводч, просто выдавила, начала это распределять, думаю, что это такое непонятное, но когда все хорошо размажешь по лицу, это не занимает много времени, ты замечаешь, что эта база действительно очень круто выравнивает цвет лица, при том, что это не тонирующая вещь, то есть просто за счет вот этого свечения и легкого бежевого цвета, который в принципе не виден вот невооруженным взглядом, все равно лицо выглядит свежее, как-то таким вот наполненным влагой, здоровьем, свечением, прям супер, и нет явного шиммера, то есть это не как хайлайтер жидкий, это действительно очень хорошая, достойная база под макияж, которая стоит немного, она и увлажняет, и подсвечивает, вы также можете подмешивать ее в любой тональный крем, особенно это актуально в теплое время года, правда, или же если вы хотите нанести что-то увлажняющее, сияющее под тон, то тоже как вариант, я уверена, что я буду пользоваться этим продуктом, обязательно увидите его в подборке с весенними средствами, а вот это я не совсем поняла, хотя это must-have многих визажистов, также моя подруга, которая всегда очень красиво накрашена, она говорит, что пользуется этим спреем, и я не приложу ума, как у нее это получается, это и праймер увлажняющий, и хайлайтер, и просто увлажнялка, там есть несколько оттенков этого спрея, я помню, как летом я так красиво накрасилась, я была очень загорелой, думаю, сейчас как, брызнусь, девчонки, это было нечто, мне пришлось перекрашиваться, потому что это очень сильный, такой золотой блеск, я брызнула тоже на декольте, и пока я там зевала, не успела это распределить, оно все залипло на месте, и то ли нужно как-то быстро его размазать, если это вот наносить на лицо, как делает моя подруга, то я тоже не понимаю, каким образом, потому что это все оседает и между волосами, причем она брюнетка, нужно поинтересоваться, что за техника у нее, потому что, с одной стороны, как бы это в теории должно быть красиво, и это действительно очень сильно увлажняет, когда я брызнула на тон, то это прямо аж разъело его, то есть, наверное, не с каждым тональным кремом, я еще попробую, хотя я не знаю, попробую ли я еще раз, если вы этим пользовались, и знаете, как это приручить, то, пожалуйста, поделитесь со мной, потому что видно, что это такая вода, насыщенная даже не просто частичками, их не видно, то есть она как золотая вода в бутылке, но на лице получаются пятна, то ли помельче распылитель должен быть, то ли его как-то нужно нанести, потом еще размазать, и потом только тональный крем, но, честно говоря, пробовала пару раз, и каждый раз была такая каша, такие залипоны какие-то, что я, ну, испортила свой макияж, и потом все это с декольте стирала, оно было красным, я не смогла снимать видео, короче, злости моей больше не хватило на использование такого миста, но, возможно, я чего-то не знаю, написано распылять на расстоянии 30 сантиметров, ну, да, я приблизительно так и брызгала, но все равно оно разносится по всему лицу, если локально, то потом золотое пятно, короче, я не смогла, вот, я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, если да, не забывайте поставить пальчик вверх, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, будет больше интересных обзоров, также влогов из повседневной жизни, мотивационных, заряжающих, с множеством идей, также готовлю для вас видео с весенним гардеробом, так что присоединяйтесь ко мне, я буду очень рада видеть новых зрителей, на этом мы с вами прощаемся, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok